Долгие семь с половиной часов на юго-западной окраине Первоуральска в промзоне, в самом начале улицы Сантехизделий, которую злоязычный люд еще в советские времена нарек улицей унитазов, прозрачно намекая на самое ходовое изделие бывшего завода СТИ в одноименном микрорайоне, рядом с железнодорожным полустанком Подболошное огнеборцы бились с адским пламенем, охватившим гигантский ангар. В нем до поры до времени жил-нетужил цех по производству гофрокартона и гофротары. Три часа пополудни, о чем, собственно говоря, мы сообщали еще накануне, Первоуральцы заметили огромный столб черного дыма, который в считанные минуты окрасил мрачные тона полнеба в окрестностях поселка Динос. Пожарные автомобили с воющими сиренами съезжались к Урал гофротари со всех концов города. Площадь пожара в настоящий момент составляет 4300 метров квадратных. Силы и средства Первоуральского пожарно-спасательного гарнизона привлечены по повышенному рангу пожара. Пожар номер 3. На месте развернутый оперативный штаб. Создано 4 боевых участка по тушению пожара. Всего на тушение задействовано 81 человек личного состава, 24 генинцы техники. На месте работают специалисты передвижной химической лаборатории, специализированные пожарно-спасательные части по замеру проб воздуха на превышение вредных веществ. А также задействован бесполотный летательный аппарат для проведения разведки пожара. Лишь три часа спустя, ближе к шести пополудни, огненное пламя удалось взять в плотное кольцо. К тому моменту крыша ангара на площади в 2000 квадратных метров рухнула, не выдержав сатанинских температур. Просто чудо, что в жутком пламени никто не пострадал. По распоряжению штабного начальства над горящим ангаром кружил беспилотник. Картинка с высоты птичьего полета позволяла точнее определить масштабы огненной стихии и перенаправить пожарные расчеты в нужные точки. Лишь в полодиннадцатого вечера открытое пламя удалось погасить. К тому моменту подгоревший ангар выглядел печально, лопнувшие от жара стекла, обугленные и покосившиеся металлоконструкции. Еще бы, то, что внутри находилось, кроме пластиковой тары, конечно, картон и бумага, огня боятся пущей, чем черт ладана. Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории из Екатеринбурга мониторили воздух в районе адского пепелища, к счастью, не зафиксировав предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере Первоуральска. Пока не ясно, из-за чего в цехе пожар начался. Компания «Урал Гофротара» была основана в начале нулевых, в 2003 году. Сейчас в числе ее клиентов около полутора тысяч предприятий. Насколько существенно угорело предприятие, пока неизвестно. Но нетрудно предположить, что обугленный урон будет исчисляться миллионами рублей.